Аскезой, пожертвованиями, исполнением священных обетов и прочими благочестивыми делами можно свести на нет впоследствии своей греховной жизни, но корень материальных желаний в сердце станется нетронутым. Тот же, кто станет служить лотосным стопам Личности Бога, очень быстро очистится о скверной греховных желаниях. Как сказано в Шамадбхагватам 11.2.42, «Сила предного служения такова, что любой, кто к нему обратится, тот чажа избавится от всех порочных желаний». Бхакти Парешанубхаво Викартир Анятрача. Любое материальное желание порочно, ибо сопряжено с удовлетворением потребностей чувств, что в свою очередь неизбежно ведет к греху. Чистое предное служение Бхакти, однако, свободно от материальных желаний, порожденных камой, кармой или гьяной. Поэтому его называют Аня-Белаши-Ташунья, того, кто посвятил себя предному служению. Больше нет материальных устремлений, а значит, он выше греха. От материальных желаний надо обязательно избавиться полностью, иначе, несмотря на то, что аскеза и благотворительность могут освободить человека от греха, порочные желания снова возрождаются в нечистом сердце. Такой человек снова будет грешить и снова страдать за свои грехи. Аскезы пожертвованиями, исполнением священных обетов и прочими благочестивыми делами, можно свести на нет последствия своей греховной жизни, но корень материальных желаний в сердце останется нетронутым. Тот же, кто станет служить лотосным стопам личности Бога, очень быстро очистится от скверных греховных желаний. Итак, мы говорим про то, как Аджамила вознесся в духовный мир. И в этой же главе есть еще один стих. «Совершая обряды искупления грехов, указанные в священных писаниях, человек не чистит свое сердце полностью, и ум его снова устремится к мирской суете. Тот, кто искренне хочет избавиться от последствий своей материальной деятельности, должен всегда повторять мантру «Хре-Кришна!» Очень мне понравилось. Хорошо. «Вознесся хвалу имени, величию и деяниям Господа». То есть мы в это время как минимум должны славить силу Господа в это время, во время повторения. «Только так можно в полной мере искупить свои грехи, ибо Святой именно всегда очистит сердце от скверни. С помощью памяти, Святое имя, оно воскрешает чистоту, забытую чистоту в сердце воскрешает. Эта чистота, она душу побуждает к тому, чтобы что-то делать для Кришны. Чистота вот эта побуждает душу. В Бхагавадгите есть такой стих. Душа, находящаяся в теле, может воздерживаться от чувственных наслаждений. Может пытаться заниматься разной деятельностью, воздерживаться от чувственных наслаждений. Хотя ее по-прежнему влечет к ним, к объектам чувств. Однако, испытав высший вкус, испытав высший вкус, она утрачивает интерес ко всему низменному сразу же и утверждается в сознании Кришны, испытав высший вкус. Кто из вас утратил интерес ко всему низменному? Поднимите руку. Ничего не нужно. Женезвенно девушка одна не подняла руку. Значит, вы уже испытали высший вкус. Все остальные еще, значит, не испытали. Потому что высший вкус вызывает такой в сердце толчок такой. И человек уже видит, что эта вся жизнь, она пустая. Здесь нет смысла. Все, что здесь происходит, это внешняя вещь. Потому что человек такой начинает видеть ход духовного времени. Мы находимся во власти материального времени. И это значит, что нам постоянно хочется достичь здесь своего, добиться чего-то. Так действует материальное время, что человек пытается выживать здесь. Ему хочется чего-то добиться, пытается чего-то достичь. Но когда человек испытывает высший вкус, он начинает чувствовать духовное время. Духовное время, оно в его сердце включается вечностью, чистотой, счастьем, глубиной. И в этот момент у него появляется желание выполнять миссию Бога, жить его желаниями. Бхакти-йога и обычная чувственная жизнь, они, это все удовлетворение желаний. И то, и другое удовлетворение желаний. Но когда человек занимается предным служением, удовлетворяет желание Бога. Желание Бога. А когда человек просто живет, он удовлетворяет свои желания. Часто мы, ну как я могу почувствовать желание Бога, чтобы их удовлетворить. Желания Бога живут в желаниях. Кого? Да, духовного учителя. Духовный учитель говорит, just do it, говорит, иди, выполняй свои обязанности. Иди это, делай. И это его желание. Это и есть желание Кришны. Желание Кришны имеет полевую природу по отношению к нам. Потому что мы здесь спим в материальном мире. Поэтому он с волей говорит, иди это делай, духовный учитель. Просыпайся. Дживджагу. Проснитесь, спящие души. Он говорит, мне некогда. У меня есть материальные желания. Их надо удовлетворять постоянно. У меня есть своя жизнь. Как я могу это делать? Таким образом, мы пока находимся в теле. И у нас есть свои желания материальные. И нас влечет к нашим мечте, нашим необходимостям. Сейчас уже мечты никакой нет в Калиюгу. Есть просто выживание. Необходимость. Нас влечет к нашим необходимостям. Мы выживаем. Нам некогда удовлетворять чувство Господа. Но это и есть смысл человеческой жизни. Хотя бы чуть-чуть удовлетворять чувство Господа. Если мы этого не делаем, значит, тогда мы живем жизнь полную греха. Мы живем зря здесь, в этом материальном мире. Есть разные секреты, как можно контактировать с Богом. Например, царица Кунти, она такой секрет один вскрыла. Мы можем даже не знать о том, что мы контактируем с Богом. Но факт остается фактой. Царица Кунти сказала. У Кришна, те, кто постоянно слушает и повторяет рассказы о твоих трансцендентных деяниях, воспевают их или испытывают наслаждение, когда это делают другие, несомненно, созерцают твои лотосные стопы. Которые одни способны положить конец к руководству рождений, смертей. То есть человек смотрит на Кришну в это время, когда слушает рассказы, повторяет их, воспевает. Или испытывает счастье, когда это делают другие, счастье испытывает. Не спит, когда это делают другие, счастье испытывает. Несомненно, в это время такой человек смотрит на Кришну, на его стопы. Но, может быть, и не знает об этом. Тайна такой, секрет. Поэтому, так как преданность смотрит на лотосные стопы Кришны в это время, поэтому они счастливы в своей жизни. Потому что эти стопы, они уничтожают нашу греховную жизнь, нашу тягу к медской жизни, наши грехи все очищают лотосные стопы. И так как в эту эпоху, в которой мы живем, люди не способны в полной степени совершать какие-то очень возвышенные анги предного служения. Они должны просто слушать повествование о Господе. В это время они соприкасаются с стопами Кришны. Потом, постепенно очистившись, они становятся способными понять, что такое святое имя Гога. Потому что это большая сокровенность, сокровенная тайна, имя Бога. Его очень сложно повторять на самом деле. Потому что род не может произнести духовный звук сам по себе. Духовный звук живет внутри нас. Кришна Утхави говорит в 11-й песне Шамадбхагаватам, что точно так же, как в стебле лотоса, в пустом стебле лотоса, есть волокно тонкое, ну, малозаметное волокно такое тонкое, которое является сутью вот там, как эти жизненные каналы лотоса идут. Точно так же все наше существование пронизано звуком вет. Это суть нашей жизни, нашего существования. Самое главное, что у нас есть. Но мы этого не знаем, не понимаем. Мы не понимаем, что это и есть главная опора в нашей жизни, главная победа, главная способность преодолевать трудности. Но люди в основном пользуются какими-то внешними способами побеждать, преодолевать трудности. В основном люди это делают с помощью шрамы тяжелого труда. То есть такая аскеза в гуне страсти и невежества. Когда человек тяжело трудится и во время своего труда даже совершает грехи, он там производит водку, там сигареты, то это называется аскеза в гуне невежества. Когда человек, в общем-то, более-менее нормальные вещи делает, и при этом это делает для того, чтобы выжить в этом мире. Это называется аскеза в гуне страсти. Но бывают люди, которые в результате знания постигают природу настоящего счастья в труде, в деятельности, и они совершают аскезу благости. Что такое аскеза благости? Отдаем мы любимой общине своей и учебу, и труд. Понимаете? Кришнаитскую песню, кришнаитское сердце, кришнаитский салют. То есть, понимаете, когда человек начинает для Кришны трудиться, для преданных, это уже аскеза благости. Это труд благости. А он познает, что такое аскеза настоящая. Он совершает аскезу, которая очищает его сознание. Помимо того, что он зарабатывает себе на жизнь этой деятельностью, он также очищает себя этой деятельностью. Не просто погружается в пучину материального страдания, в дела, заботы. Он очищает свое сознание этой деятельностью. Это признак учености, если он так живет. Ученый человек так живет. Он живет на благо Кришны. Не только на свое благо. Часто преданные думают, я работаю где-то, но я же это делаю для того, чтобы готовить просад. Значит, это деятельность для Кришны получается. Факт. Факт. Но, если вы и работая, дело приносите пользу Кришне, и потом эти средства используете для того, чтобы служить Кришне, и потом даже наевшись служить и Кришне, то это интереснее уже получается. Понимаете? То есть, есть люди довольно-таки искушенные, как правильно жить. Они достигают свои внутренние знания, тапы, аскезы, пожертвования, достигают способности избавиться от греховной жизни вообще в этом мире. Их деятельность не оскверняет их. Но даже благочестие, накопленное человеком, тоже опасную природу имеет. Есть три типа опасных вещей в этом мире. Есть греховная деятельность, самая опасная, потому что она просто сковывает живое существо. Цепи существования сковывает. Грехи делают человека рабом этого мира. Дальше есть грехи, есть проблемы, оскорбления, приходящие от благочестивой жизни. Человек может жить благочестивой жизнью, и его начинает сковывать знания. Начинает очень много знать и использует это знание для того, чтобы наслаждаться своим благочестием в этом мире. Его уже не сильно интересует самопожертвование духовное. Он просто хочет жить легко в обществе преданных, балдеть. Как некоторые брахмачари, слово «ашрам» переводят, как «а» означает отсутствие, а «шрам» — тяжелый труд. А «шрам» — это место, где не надо работать. А «шрам» — отсутствие шрама, тяжелого труда. Так брахмачари некоторые переводят, и они в этом месте просто «Еда, еда, задармасья, панир дают здесь барата». Причина прихода преданных «ашрам» есть причина прихода Кришны в материальный мир. «Еда, еда, хидармасья, панир, бавати, барата». А есть причина прихода в брахмачари «вашрам» — «Еда, еда, задармасья». Ну и можно там просто жить счастливо, изучать Священное Писание. Ничего не делать. Говорите, простите, Прабуджи, у меня время для собственного баджана сейчас. Я баджаном занимаюсь. А вы меня хотите занять более низшего по рядом деятельностью. Повторяет Харе Кришна, такой предный, наслаждается благочестием своим. Он же отреченный человек. Не просто так. Он достиг отречения, способности, понимания, что в этом мире счастья нет. Другие в этом во всем. Некоторые предные так живут дома, не обязательно в вашем мире жить. Просто дома ничего не делают. Харик Тишина, Харик Тишина. Достаточно бедной жизни предному, не надо сильно напрягаться. Чуть-чуть заработали, хорошо. Когда люди говорят, нам тяжело жить, предные улыбаются. Говорят, терпите, пока вы не сможете принять сознание Кришны, вы никогда не будете счастливы. Но суть жизни не в этом заключается. Хотя это хорошо. Быть счастливым хорошо же, правда? Предные счастливее, чем все остальные в этом мире. Кришна говорит, те, кто служат мне, они счастливее, чем все остальные. Но, когда предный начинает заниматься миссией Господа, начинает выполнять его миссию, служить ему, у каждого своя миссия в сердце есть, надо ее понять, то в это время его жизнь расцветает. Начинается самая настоящая бхакти-йога. Об этом сказал Нарда Муни, Ясадеве. Ясадева написал кучу ветв, очень большую пунью сделал для всего человечества, для всего мира, мироздания. И был неудовлетворен в конечном счете. И он спросил Нарда Муни, что делать. Тот говорит, надо совершать предное служение Богу. В этом смысл всей жизни. И он говорит, что тот, кто совершает предное служение, он на самом деле выполняет миссию, которую ему дал Господь. Именно это и есть то, чем должен человек заниматься в этой жизни. И твоя миссия это написать такое священное писание, которое бы очистило весь мир о скверне. Идам, Бхагаватам, Намапуранам, Брахмасамхитам, Уттамашлока, Чаритам, Чакара, Бхагаван, Лиши. Нишриасия, Локаси, Аданям, Свастя, Наммахат. Этот, Шамат Бхагаватам, является литературным воплощением Бога. Он составлен Шиловья Садеевой, мудрецом, воплощением Бога. Его цель нести высшее благо всем людям. Он совершенен, приносит удачу и блаженство. Шамат Бхагават. Видите, Кришна, Нарда Муни, Кришна через Нарда Муни дал своему воплощению задание для нас. Есадеевой и так знал, что делать. Дал, показав нам пример, чем заниматься в этой жизни. Мы должны выполнять миссию Бога. Должны делать то, что Ему нравится. Это и есть миссия Бога. Что Ему нравится. Не нам нравится, а Ему. От нас. Понять сначала можно через Гуру. Потом в сердце будет чувствовать, что нравится Кришне. Но сначала Гуру должен повести, показать, что Ему нравится. Но на самом деле больше всего Кришне нравится не то, что мы там куда-то уедем, чем-то там займемся. Лучше, более высокого порядка, чем здесь. Не в этом смысл. Господь читания все уже сказал, весь смысл, чего Гуру больше всего нравится, в чем наша миссия основная. Слава Шри Кришне Санкиртане, Слава Шри Кришне Санкиртане, которая очищает сердце от пыли, грехов, скопившиеся за долгие годы и гасит пожар обусловленной жизни, повторяющейся рождении и смертей. Движение Санкиртаны высшее благословление всему человечеству, потому что оно распространяет лучи, нектарные лучи, подобные сиянию Луны. Оно душа всего трансцендентного знания, в нем заключено все, самая мудрость, свет. И оно углубляет океан нашего трансцендентного блаженства и дает нам в полной степени насладиться настоящим счастьем, которым мы все так жаждем. Да? Нам-нама-кари-баху кудам-ниджа-сарва-шактиш-татрар-питане-метас-марани-накала-эта-дри-ша-ваттава-крепа-багаван-нанапи-дурдаевам-эдри-шам-эхаджани-на-нурага. О, мой Господь, только одно Твое Святое Имя способно даровать освобождение всем живым существам, а у Тебя сотни и миллионы таких святых имен, как Кришна и Говинда. Свои трансцендентные энергии, Свои трансцендентные имена Ты вложил все свои трансцендентные энергии. И нет никаких строгих правил повторения Твоих святых имен. Мой Господь, по доброте Своей Ты дал нам легко приблизиться к Тебе, повторяя Твои святые имена, но я настолько неудачлив, что не имею никакого вкуса их повторять, честно, если себе сказать, признаться, признаться, если честно. И дальше дается рецепт, об этом, который мы сейчас и поговорим с Вами. Трина-да-пис уничина-торора, вас, ахишна, амадина, амаданина, киртанина, сада, ари. Святое имя Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломинки, лежащей на улице. Нужно стать терпеливее дерева, быть способным оказывать почтение другим и избавиться от чувства ложного престижа. Только в таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно. На литрите, на семинаре на Гавардхане Бхактюгьян Гасвай Махарадж нам рассказал интересные вещи. Сказал, что самая главная проблема заключается даже не в том, что преданные совершают какие-то греховные поступки. И даже не в том, что преданные оскверняются своей благочестивой деятельностью из-за того, что получают вкус к саттвагуне жизни в счастье и вкус к знанию, которое приносит им гордость. Они скверняются в основном несчастьем жизни в обществе преданных и знаниям. Они скверняются в основном оскорблениями, которые они совершают в процессе своего преданного служения. это и есть третья причина после благочестивых и греховных поступков. Третья причина, почему мы страдаем очень серьезно, это оскорбление ващнау друг друга. Почему мы не любим друг друга? Калиюга. Калиюга. Геремуни сочинилась и толь. Вот. То есть в этом вся проблема заключается. мы не видим преданностей друг к другу, мы относимся друг к другу как к обычным людям. Есть два типа влияния греха. Первый тип идет влияние такое, что приносит нам вред психический. Когда человек совершает грех, он каким становится? Несчастным. Неудовлетворенный внутри. Разрушает также здоровье человека грех. Но проблема заключается в том, что когда преданные совершают грехи, то еще одна возникает проблема. Вот. Мы начинаем друг другу мешать заниматься предным служением. Начинаем друг другу мешать жить. Это преданные это сказали, это сказали, по шастрам. Вот. Но мало чего он сказал. Наше же дело какое. Знаете, в активе Нот-Такур сказал одну удивительную вещь. Если преданный не полной степени занят преданным служением, то его постоянно отвлекает рассуждение о других преданных. Он постоянно как бы отвлекается на то, кто что сказал, не так, не по шастрам, и так далее. Но когда человек занят очень серьезно преданным служением, ему некогда об этом размышлять. Он просто погружен в свою духовную жизнь, он занимается преданным служением, и кто-то, если ошибается, он сам понимает, что все ошибаются на духовном пути. Все, даже старшие, говорят часто не так, ничего страшного. Наша задача заключается в том, чтобы выполнять свое служение Богу, и нужно обсуждать, кто что сказал. Потому что, когда предный начинает рассуждать о том, кто что сказал из предных, не так, то в это время он теряет вкус к повторению святого имени. Просто рассуждает, кто из предных сказал не так. В это время он теряет вкус к повторению святого имени, потому что надо рассуждать о том, кто сказал, что так. Надо Надо искать нектар в том, что делают преданные, и об этом рассуждать. Все, что преданные сделали не так, это не наше дело. Кришна сам с ними разберется. Это его собачки и кошки Кришнины, не мои. Мне не надо с ними разбираться, Кришна разберется. Он сам все сделает. Итак, видите, есть три типа анарт, которые мешают повторять святое имя. Душкритотха, первый тип анарт. Ну, захотелось бросить жену. Ну, что делать? Ну, вот захотелось. Ну, хоть убей. Это, конечно, может тебе помочь найти лучше матаджа, чем твоя жена. Ну, сто процентов. Без всякого сомнения. Когда жену брошаешь, можно найти лучше. Ты же уже занимаешься преданным служением, и увидишь уже лучше качество матаджа, чем раньше. Правильно? Или нет? Не, ну, я сейчас вам говорю, рассуждение в глубине. Не снаружи, а в глубине сердца. Вот. Но проблема, есть одна проблема. Этот поступок очень не нравится Кришне. Очень не нравится. А Кришна, он самый большой обманщик. Он может так развести нас, что мы прям не заметим даже. Как уже начали есть мясо, пить вино. Очень быстро можно деградировать. Незаметно для себя даже. Сойти с пути преданного служения. Поэтому преданные должны бояться не только любить Кришну, но также бояться Его на первых этапах. Понимать, что Кришна может обмануть. И у меня опять начнется не та жизнь, какая надо. Все плохо будет в жизни. Таким образом, преданные должны бояться прошлой греховной деятельности, настоящей. Должны бояться сходить с пути дхармы. Знаете, вот я вот заметил, у предных страх по отношению к своей судьбе пропадает. Они какие-то становятся инертны по сравнению к этому страху. И есть одна причина, ужасная, страшная причина, по которой они не сильно боятся грешить. Знаете, в чем причина? Страшная причина. Про которую Ишванат Чакравартистакур сказал, что это причина единственная, по которой преданные идут в ад. Казалось, что преданные в ад могут идти, представляете? Я узнал недавно. Я не видел никогда, что преданные в ад пришли. Не чувствовал никогда такого. Но оказывается, это возможно. Есть одна причина. Если преданный совершает греховный поступок, заранее зная, что он очистится с помощью воспевания святого имени, преданного служения, он очистится. Вот когда преданный такие планы строит, он думает, я ничего страшного совершу, потом очищусь. Это формирует сознание, определенный тип сознания, в результате которого в сознание входит страшный демон, который называется Папа Будхи, греховный разум. То есть человек такой встает на путь греховного разума, то есть его разум, он использует преданное служение с целью совершать грехи. Вот это вот страшная вещь. И когда человек такой вывод делает, что у него все будет хорошо, если он совершает грехи, ничего страшного, главное, что он воспевает святое имя, то в этом случае весь вкус в воспевании святого имени у него пропадает. Потому что Кришне страшно, не нравится такое мышление. Ему не нравится очень. Ну понятно, преданный совершил грех. Он говорит, дурак, я дурак. Раскаивается, это нормально. Но если он не раскаивается, а просто думает, а все нормально, пойду так раз, искуплюсь, на службу схожу, съезжу в святую тхам, молюсь, и все будет классно. Все хорошо же будет. То есть преданный тупеет по отношению к грехам. Он не боится. Люди в материальном мире боятся многие. На лекции походят, они трезвеют, подходят ко мне. Олег Геннадьевич аборт сделал. И начинают плакать. У них просветляется сознание. Но преданные не плачут. Они совершают грехи и такие ходят. Да все нормально, что париться, все будет хорошо. Это опасно. Очень опасное мышление, мои хорошие. Оно разрушает жизнь. Очень сильно разрушает жизнь. Потому что этот обман хуже всего. Вспомните Иуду. Он же хитрил перед Господом, считая себя его слугой. Результат самый страшный. Считается даже он хуже, чем этот Ирод, который подписал этот документ. Понимаете? Он не хотел вообще его подписывать, потому что он думал, что его последователи, ну, как бы, евреи, они должны были простить Иисуса. Потому что Ирод был римлянным. Но евреи не простили. Понимаете, они говорят, распять его. Сами же свои же сдали. Если мы Господа сами будем сдавать, предавать его своим поведением, тогда нет спасения. Пока человек не поменяет этот менталитет, он не сможет возвыситься в своей жизни. Итак, есть разные анардхи. И, например, Сукрити Тодха, это результат благочестия, появляется в виде желания наслаждаться результатами своего благочестия, стремления к освобождению. Некоторые мудрецы причисляют такие анардхи, порожденные благочестивой деятельностью в категории клеш, страданий. Поскольку стремление к бухте и мукте лишает человека бхакти, а следовательно продлевает срок его заключения в материальном мире. Богосвами говорит, что эти желания освобождения и счастья мирского находятся в сердце, они подобны ведьмам, которые живут в том же самом сердце. Поэтому мы никогда не испытаем глубокого опыта бхакти, если мы этих ведьм культивируем. В этом проблема человек не сможет подстанавливать счастье предного служения, так как у него есть какие-то мечты в сердце, противоположные, глубокие. Самое, конечно, ужасное, это оскорбления, которые совершаются в процессе предного служения. Первый этап такого оскорбления называется неуважительное отношение к преданному. Ну просто как бы, ну что этот преданный, он как-то вообще какой-то ведет себя, а не как преданный. Среди нас есть такие товарищи, которые нам товарищи, совсем не товарищи. Вот, ну такое мышление. Не просите, я туда пролился. Вот, потом вторая стадия. Мы не доверяем человеку. Вот это предный не будет, предное служение это нести, потому что он не очень преданный. Не доверяем, начинаем как бы пренебрегать человеком преданным. Дальше прибыль, прижрение, не пускать этого человека на программы, на духовные, недостоин. У него другая пандха. Пандха означает течение духовное. У него другая идея в сердце. И дальше откровенное поношение. Создаем свою страничку в интернет и начинаем собирать сплетни о каком-то преданном. И критикуем его. Это четвертая стадия уже. Итак, если мы поносим преданных и Бхагавана, то это создает противоположную любви эмоцию, ненависть в сердце, отторжение, отвращение. Поэтому человек повторяет Хареи Кришна, Хареи Кришна, Хареи Кришна, Хареи Кришна, Хареи Ра, 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 Хареи Ра. И в это время думает, что ты какой же он, почему же он такой плохой, этот преданный? Хареи Кришна, что-то он плохой, такой плохой. Хареи Кришна, 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 плохой, плохой. Ну то есть, понимаете, это противоположные эмоции. То есть, с одной стороны, Хареи Кришна означает любовь, а с другой стороны, плохой, плохой означает нелюбовь. И как можно так повторять Хареи Кришна? Это нереально, правда ли? Вот. Это аппаратха закладывает самые большие препятствия на нашем пути. Если наша цель приблизиться к Богу, то самый первый шаг мы принимаем прибежище в святом имени. Означает в позитивном восприятии мира себя ставим ниже других и погружаемся в нектар отношений с Богом. В этом заключается наш долг. У нас нет других каких-то долгов здесь, в этом мире. И стараемся изживать в себе склонность к исправлению преданных, склонность к их замечаниям, их недостатков. Потому что если мы кого-то хотим исправить, мы должны сначала найти в нем хорошее в этом преданном, чистое, светлое. А потом с позиции этого хорошего прославив преданного. Можно сказать, дорогой преданный, что-то я не понимаю, почему вот ты так делаешь. Может, это правильно, но как я вот не понимаю, объясни мне, почему ты так делаешь. Может, я ошибаюсь в чем-то. Можно так сказать, допустим. При этом не акцентируя внимание на то, что обязательно хочешь его исправить. Потому что мы часто на этом акцент делаем, что ты должен делать так, как я считаю. Это означает, что мы считаем себя выше, правда? Даже очень старшие, возвышенные вайшнавы, они стараются исправлять преданных любовью. Говорят, непонятно, мне непонятно, почему ты так совершаешь такой поступок. И человек сам начинает анализировать, постепенно приходит к выводу, что это не надо делать. Если человек выбирает себе духовного учителя, то гуру может быть строгим. Может очень строго сказать, не делай этого, это нехорошо. Так? Таким образом, преданные, они должны учиться предному служению. Самое сложное, это бросить есть мясо, пить вино, рыбу, курить. Это все несложно. На самом деле несложно. Чуть-чуть погружаешься в духовный мир, после первого пира, когда ты объелся халавой, лежишь в экстазе, уже вкус мясу пропадает. Нет большого вкуса, но там есть эту гадость. Уже после первой халавы, после первого нектара и так далее. Человек испытывает счастье уже, ему становится хорошо, и все вот эта грязь, эта вся она ему не нужна. Но вот есть одна проблема. Одна проблема заключается в том, что вместе с этой халавой, вместе же с ней, с этой халавой, мы приобретаем очень сильную склонность стремится именно к счастью в предном служении, а не к самому предному служению. Нам хочется, чтобы нам здесь было хорошо среди предных. А кто-то обязательно мешает, понимаете? Есть среди нас такие вайшнавы, которые нам вайшнавы, совсем не вайшнавы. Вот. И вот в этом вся проблема. То, что я хочу здесь среди предных испытывать счастье, и кто-то мешает. Вот в этом самая главная проблема. Потому что цель-то наша не испытывать счастье. Мы должны быть заняты служением все время. В этом смысл нашего пребывания здесь. А не испытывать счастье среди предных. Что всегда будет кто-то мешать. А если мы будем его за это критиковать, еще хуже будет, потому что это будет Кришне не нравиться. Нас нам уже перестанет воспеваться, как нам. Итак, все десять оскорблений святого имени начинают с критики предных. Санат Кумар перечисляет эти оскорбления в ответ на вопрос. Улучши из брахманов, каковы те аппаратки против святого имени Багавана, которые человек может совершить? Санат Кумар перечисляет и говорит, что в результате этих аппарат человек получает две удивительные вещи, неприятности две. Венегнати критам уничтожается все хорошее, что человек совершил в процессе предного служения. Аппарат обнуляет эффект всего хорошего. Постепенно человек, несмотря на то, что он служит Кришне, и он теряет все. И постепенно восприятие духовных вещей сначала становится обыденным. Мы приходим в храм, видим божества, в антикалпируемся. Все это становится обыденным. А потом постепенно божества приобретают материальный облик для нас. Не такой, чтобы материальный облик, что совсем мы считаем это камнем, но счастья никакого нет от божеств. Так, стоят и стоят себе там. Точно так же духовный учитель, не то, что он плохой человек, хороший человек. Духовный учитель у меня, а духовный учитель, хороший человек. Но как бы видеть в нем Господа, там же есть Господь духовный учитель, он проявляет через его слова, через его книги, через его поведение, служение. Господь проявляет, сам Господь. Поэтому духовный учитель это не обычный человек, не просто благочестивый человек, это удивительный человек, ему надо поклоняться, предаваться, он является представителем Бога. Когда он говорит, сам Господь говорит через его слова. Поэтому и Кришна сам говорит об этом устами Кришнадаса Кавираджа в читании Чаритамрити, Гуру Кришна, Рупахани, Шастарева Прамани, Гуру Рупа Кришна, Крипа, Карена Бхактагани. Все благотворенные в Писании утверждают, что духовный учитель не отличен от Господа Кришны. В облике духовного учителя Кришна приходит, чтобы даровать освобождение своим предным. Если он хочет освободить кого-то, он приходит к нему в облике духовного учителя. Потому что в своем облике он не может прийти, мы недостойны. Дальше Кришна Утхави говорит уже в 11 главе Шимадбхагаватам. Ачаримам, Виджаниам, Навамам, Нетакархичит, Намритти, Будхесю, Итасарвадива, Майагуру. Человеку следует знать, что Ачария это я, Кришна говорит. И поэтому не следует никогда даже тени неуважения к нему не проявлять. Ачарию нельзя тем более завидовать, считая его обычным смертным. Это зависть уже когда-то так считаешь. Потому что он представитель всех полубогов. Таким образом, самая главная проблема нашей жизни это неправильное представление о том, как мы должны относиться к Вайшнавам. Это неправильное представление уничтожается с помощью воспевания святого имени, в котором мы пометуем о чистом преданном, о Шилипурпаде. Мы повторяем Харикришна и думаем о чистом преданном, о своем духовном учителе, кланяемся ему. Это первый этап. В этом поклонении мы формируем правильное представление о том, что такое Бхакти, как она живет в преданных и о качествах Вайшнавов. Через чистого преданного мы формируем это понимание. А потом мы начинаем замечать эти качества у всех остальных преданных и именно на них акцентируется внимание в духовной жизни, а не на том, что преданное сделание не так. В этом заключается наш процесс, наш путь. Если мы этим путем идем, то очень быстро очень быстро мы станем праведниками. Очень быстро в сердце наступит мир. Никакая греховная карма не сможет в сердце пошатнуть наш мир. Быстро человек, который этим путем идет. Каунтия Пратиджанихи Оценкунти заявляя всем Намми Батта Пранашити С этого состояния, когда человек вошел в такое состояние, никто не может дальше его свернуть с этого пути. Ничто не разрушит его преданность. Ничто не разрушит его возможность заниматься духовной практикой, если он практикует это в таком смиренном, правильном состоянии сознания. Мы должны быть заняты только предным служением, среди предных, все остальное нас не интересует. На сказании очень сильно поднялась тема о том, как практикуют другие веры. Одна вайшнавов, которые едят мясо в других традициях и при этом служит Богу. Она говорила, что это несовместимые вещи. Я тогда ее призвал к ответственности, чтобы она объяснила мне, почему два чистых преданных Бога, а именно Гаруда и Хануман едят мясо. Причем Хануман вообще иногда врагов заглатывал людей по дороге так, между делом. Она мне не смогла объяснить, как чистые преданные могут есть мясо. Сама идея обсуждать эти вещи является греховной, и поэтому Саубари Муни, когда увидел, как Гаруда ест рыбу в озере, в котором он сидел, хотя он и был очень возвышенным йогом, медитировал на лотосной стопы Господа постоянно, очень высокий уровень преданности, он деградировал, Саубари Муни в результате деградировал, конечно, его преданность не пропала, он потом сдал свои уроки и опять вернулся к преданному служению, но он сошел с пути вот этого быстрого пути продвижения в духовной жизни, из-за того, что у него возник философский вопрос, а что это Гаруда мясо жрет? Все, до свидания, духовная жизнь. Представляете? Такого мудреца великого, что уж про нас-то говорит. Мы должны спокойно воспринимать все и обращать внимание на то, что происходит. Один раз я Бхактитани с вами спросил, Бхактитани Махараджи, как мне сделать так, чтобы не сворачивать с пути предности? Что мне делать? Дайте какой-нибудь практический совет. ответ, он посмотрел на меня и говорит, ударит хама, ничему не удивляйся, тогда ты не свернешь спотивленность. Все, что увидишь, что предный делает, ничему не удивляйся, все нормально, Бхактитани, все спокойно. какие ваши вопросы? У нас так, мы все слышим из маленькой помещения. Предный, вы спрашивать не будете, я никогда Моклов меч приехал, чтобы обвинить вас, просто я с вами Махарад что-то тему поднял, я продолжил, как его слуга. Это все. Когда есть ощущение, что вы просто не избалованы вообще неизбалованы, Махарад же не приезжают? Конечно, избалованы, 100%. Вот об этом и речь, это вся проблема. А можно я намерен прямо ограничивать себя? Вообще есть скорую, что это другая проблема. Видите, вы говорите сейчас о счастье. Вы говорите, а ударит хама, как мне достичь счастья? Не больше с гуру общаться или ограничивать себя? А чтобы достичь счастья, надо служить гуру, а не общаться с ним или ограничивать себя вообще с ним. Вот в этом самая большая проблема нашего мышления. Мне длинные письма гуру писать или короткие? Хочется длинные, могу писать и короткие. А цель заключается не в том, чтобы писать письма гуру и наслаждать свой ум, а в том, чтобы удовлетворять его чувства, а не свои, чтобы ему служить. И надо всегда переключать свое сознание на это в отношениях с преданными. Потому что наше оно будет преобладать. Мы все равно будем думать материальными категориями. Мне больше с гуру общаться или меньше? Нет, тебе надо просто ему учиться служить. А это совершенно другая вещь. Не важно, сколько ты будешь общаться, мало или много, важно ему служить начинать. Что-то делать для него, то, что ему это будет нравиться. Это очень большая эскеза, кстати, это делать, так думать даже повторяйте Харе Кришна для удовлетворения гуру в сердце, как бы спросите себя, мой духовный учитель, кто у вас духовный учитель? А? Ну давайте, давайте из сердца вытаскивайте, скажите нам. Видите, раскололся. Вот, теперь вы рассказали уже все. Ну вы еще подумайте, конечно. Кришна вас уже видите, хитрый же, выцеганил из вас это признание. Вот. Есть какие-то вопросы непонятные. Итак, ваша цель, когда вы Харе Кришна повторять, вы кланитесь ему и потом спрашивайте в конце Харе Кришна повторения. Махарадж, ты удовлетворен тем, что делаю или нет? И рано или поздно вы получите ответ. Он может в сердце ответить неудовлетворен или удовлетворен. И это называется преданное служение. Потому что Господь читаний говорит, даже если ты грубо отнимешь меня или оттолкнешь, не появляясь передо мной, ты все равно Господь, которому я поклоняюсь из жизни в жизнь. Понимаете? Поэтому как бы мы спрашиваем просто гуру, он доволен или нет? Даже если его чувства неудовлетворены тем, что ничего страшного, я буду продолжать выполнять свой долг все равно. В этом смысл нашей жизни. Удовлетворить его чувства, а не думать о том, много мне надо удовлетворять рядом с ним свои чувства или мало. Еще какие вопросы? Чего бояться, что Алидхама сегодня строгий какой-то, с ним страшно разговаривать. Конечно. Просто у Кришны у Него очень широкий аспект сознания. Все, что вы, допустим, нарисуете картинку Кришну, это Кришна. Вопрос заключается в том, насколько эта картинка приближена к его изначальному облику. Но это путь. Понимаете, я нарисовал приближение небольшое, потом нарисую приближение будет ближе, потом еще ближе, потом еще ближе, потом оп, мы можем полностью его прямо нарисовать. Потому что с точки зрения правильного понимания вещей, вот все, что вы видите здесь, это энергия Бога. А тем более, если вы рисуете его облик, который подтвержден священными писаниями. Точно так же, когда нам повторяешь, ты говоришь, Харе Кришна, в этом мире все соткано из энергии Бога. Тем более, когда ты пытаешься произнести его имя. Понятно, что это не первое приближение, но мы стремимся к этому, и поэтому нельзя сомневаться в том, что ты повторил. Потому что это повторение, именно сомнения закладывают разрушение самого повторения святого имени. Нужно очень верить, что Кришна откликается на то, что ты говоришь. Китайцы вообще повторяют Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. У них нет Ре в лексиконе. Или Крэ Кришна, Крэ Кришна, англоязычные люди повторяют. Или русский Харе Кришна. Ну грубо очень, Харе Кришна. Там не так звучит. Понимаете, каждый как бы как может повторять. И Кришне это нравится. Понимаете, он откликается на это повторение, потому что не то, что предный начнет произносить четко санскрит, и только после этого Кришна откликнется. Нет. Он откликается, потому что мы его любим. поэтому не сомневайтесь, не сомневайтесь, что я чувствую, что я чувствую, что я чувствую, потому что именно Кришна управляет чувствами, он Хриши Кеша. Знаете, как слово Хриши Кеша переводится? Повелитель чувств, он управляет. Самое главное чувство это ум. Он управляет умом, и я говорю, Харе Кришна, я раз пытаюсь его вспомнить, еще там бульк вспомнилась. Это столько, сколько он позволяет. Он повелитель чувств Кришны, он все там делает, вот это все движение ума, памяти, это его деятельность в виде, по-моему, Анирутхи, он это делает, его есть экспансия, он непосредственно Анирутхи управляет вот этой деятельностью ума, но это экспансия Кришны. Поэтому, если что-то вспыхнуло, образ какой-то Кришны вспыхнул, это его работа Кришны, но если он так вот хочет, чтобы я так его вспоминал, какие проблемы, он сам решает, как я его буду вспоминать, что нам об этом думать. А вы думаете, что это ваша работа, когда память вспыхнула в сердце, вот в этом вся проблема, что вы думаете, что это вы эту память создали, а это не мы все создаем. Мы можем только наблюдать за тем, что Кришна делает с помощью моего же сознания. Вот в этом заключается правильный подход к пониманию вещей. Поэтому не надо бояться, ты повторяешь, Харе Кришна, сколько он тебе дал возможности его понять, столько и будешь понимать. Надо просто идти дальше, повторять глубже, глубже. да, Ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, в принципе, в теории это вообще-то все понятно и принимается в сердце. мне тоже, я тоже, тут не такой уж крутой в этом плане. У меня такой вопрос. Когда мы не заняты в предыдущем, мы приходим на программу, поели, про савты, взяли, кем, ушли, вообще так здорово быть хорошим, вообще не критиковать предыдущем и так далее. То есть мы, когда мы с сотрудничеями соприкасаемся, у нас вообще все прекрасно. Как Вас зовут? Как мы предыдущем? Вот, молодец, спасибо. Смотрите, она начала говорить по делу уже. По делу, давайте, ага. В следующем начинаем сотрудничать с предыдущем. И так как мы на совершении, мы здесь учимся, у нас происходит какое-то остановление. Да. Мы либо важнее, это происходит. А иногда мы даже не хотим совершить оскорбление, но фразы переначиваются в предыдущем и он чувствует, что по отношению к нему превышает отказа. Да. И вот каким образом совместить служение к решению и при этом не совершать почему-то не раз. Как вообще вот у меня просто сейчас будет... Невозможно. Для нас невозможно. поэтому нужно знать секрет. Секрет заключается в том, что мы должны просто искренне восклиниться. совершаем оскорбление. Также вопрос задала одна Матаджа, Баларам Бабе, которая в Вариндаване живет. И он ей преподнес очень удивительный урок. Он показал ей, как надо относиться к своему служению, к преданным вокруг. Гасан Махараш рассказывал на лекции на этом семинаре. Я вам расскажу тоже эту историю еще раз. Баларам Баба готовился к серьезному такой яги. Он кормил очень много людей. И с утра рано утром он должен был начать свой менеджмент, работать в этом направлении подготовки, потом кормления, просады людей. И он сказал, если ты действительно хочешь понять, как я решаю вопросы, связанные с оскорблением преданных, и не думать о них плохо, то тогда приходи и просто находись рядом со мной весь день. Смотри на меня, внимательно наблюдай за мной, как я. управляю преданными и при этом стараюсь не относиться к ним оскорбить. Она пришла и сразу же рано утром ну как бы это же Индия там ну просто привезли гнилые овощи. Лоран Баба отчитал очень сильно этих людей во Врендаване, отчитал очень сильно, выгнал их, послал их за другими овощами, он жестко так их отругал, все как положено, те поехали за другими овощами, и она подумала, ну я тоже самое делаю, что, как бы, разница в чем заключается, я не могу понять. потом потом дальше он начал ругать тех, которые готовят просад, они там тоже начали там там огунить неправильно все, вот запозданием все делали, ленились, он их начал ругать потом и так далее, он так весь день ходил, всех ругал, там строил, вот, и потом прошел целый день вот такой вот очень напряженной атмосфере, в конце концов все поели и там группа киртана весь день пели Харе Кришна там, чтобы предные кушали, радовались, очень красивые киртаны пели, баджаны, группа целая Бриджабаси. Эти Бриджабаси подошли к Баларамбабе и говорят, вы нам какие-то пожертвования дадите? Он говорит, конечно, и дал им пожертвования, спасибо вам, бетакрат, вашему пению и они посчитали, говорят, вы знаете, мы целый день пели, вы нам маловато даете пожертвований, надо больше. Он такой в шок такой вошел, говорит, вы же для Шримати Радхарани поете, а не для денег, вы что, с ума сошли, вы же в Вриндаване живете вообще. Они говорят, да, 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 мы для Шримати Радхарани поем, это факт, но нужно побольше денежек. Баларам Баба тогда вывернул все карманы, вот все, что у него денег было, забирайте все деньги, что мне принесли за этот день пожертвования, все забирайте, если вам деньги нужны, вот вам деньги. и пошел. Они говорят, баба, баба, подожди, нам так много не надо. Тогда он развернулся, посмотрел на них, начал улыбаться, по-доброму очень, и сказал им, конечно, преданное, я вам дам побольше пожертвований, без всяких проблем. Дал им побольше пожертвований, вот, сказал, вы очень нужны здесь, вы так хорошо поете, вы хорошо несете свое служение, я вас жду в следующий раз, отправил их. Потом Матаджи подошла, смотрит у него лицо полностью спокойное, будто дня этого не произошло, любовь в глазах, доброта, и она такая, так удивилась, смотрит на меня, что говорит, вообще вас это не касается, все. Он говорит, ну, пощупай мой пульс. Она взяла пульс, и он такой спокойный, тук, тук, такой спокойный пульс, такой все спокойно, и она говорит, я ничего не понимаю, говорит, ну, говорит, все очень просто, он говорит, надо просто внешне выполнять свой долг перед предными, ругать их, делать все как надо, вот, а внутри очень сильно их любить при этом. А если ты не можешь предных любить внутри очень сильно, тогда раскаивайся за то, что ты это не можешь, и выполняй все равно свой долг перед ними. А если ты начала критиковать их после того, как совершила служение, то тогда раскаивайся за эту критику. То есть надо действовать ради Кришны служить, совершать ошибки, и раскаиваться. В этом наш путь. Постепенно наше сердце будет становиться мягче, и мы будем все глубже концентрироваться на Кришне. А в тот момент, когда мы нектар его очень глубоко начнем чувствовать, и перейдем на стадию Бхавы, тогда склонность к греху перестает перевешивать склонность к духовной жизни. И тогда у предного склонность к критике полностью пропадает из сердца. Она не может уже преобладать. Потому что склонность к критике преобладает только по одной причине, что даже на уровне ништхи у нас все равно склонность к греху выше, чем склонность к духовной жизни. Даже на уровне ништхи и предный на уровне нишки, он заставляет себя не грешить, потому что его ум становится подчиненным в это время, его ум становится послушным, потому что уже достаточно нектара, для ума достаточно нектара человек получает во время воспевания святого имени. И поэтому ум становится послушным, разум твердым становится, и человек способен контролировать себя уже. Но когда человек достигает пхаавы, ручей начинается, этап ручей, предного служения, тогда в этот момент уже человеку не нужно совершать аппарат и грехи, потому что его истинное эго, духовное эго преданного, оно начинает преобладать над греховным эго. И он чувствует другое счастье, другой вид счастья завладевает с ним. И поэтому вот этот стих воплощается в Бхагавадгита на уровне ручей. Но когда человек испытывает высший вкус, он утверждается в сознании Кришны и теряет интерес ко всему низменному. Ему уже не надо грешить, нет необходимости. Пропадает интерес. Но пока мы не утвердились в предном служении, интерес есть, потому что это вызывает боль. Грехи, аппаратхи, неправильное поведение преданных вызывает боль в сердце. Когда возникает боль, теряется разум, да теряется разум, человек начинает вести себя неправильно. Так у меня во время лекции было. Все сделали немножко не так, как надо, готовка неправильная. Все мешало читать лекцию, у меня возникла боль внутри. Чуть-чуть потерялся разум, я чуть-чуть покритиковал преданных. Потом назад вернулся, пытался вернуться в правильное сознание, думаешь, или пропаде. И в конце концов, все нормально пошло. Причина всего этого, это наша прошлая карма. Когда приходит плохой период судьбы, то на человека наваливается страдание. И они могут идти также через преданных. Потому что кто нам будет помогать нашу карму выполнять? Карми вокруг нет. Кто будет помогать? Только преданные. Они нас окружают. Поэтому они нам будут устраивать, Кузькину маму. То и происходит у нас вообще не сейчас. Некоторые думают, вообще не с преданными будем жить. Там не будет никаких проблем. Будет еще больше проблем, потому что там более близкие отношения. Если там какой-то дядя Вася что-то про тебя плохо сказал, это не воспринимается серьезно. А если близкие и преданные про тебя плохо говорят, вот это воспринимается уже тяжело. Но все равно с преданными лучше служить вместе. Потому что мы правильной дорогой идем, товарищи, в это время. Служим Кришне, а не просто там живем как попало. Поэтому эти страдания ради преданных, они очень важны, нужны нам. Но есть одна проблема, еще одна, Матаджи, которую я не хотел вам говорить. Наверное, придется. Или не надо? А? Ваше эго почистить? Нет. Я вообще этого не хотел делать. У меня больше, чем у вас, поэтому что мне ваше эго чистить? Есть другая проблема, Матаджи. Она, знаете, в чем заключается? В том, что мы вообще просто, у нас микросхема здесь неправильно работает. Мы вообще не понимаем, что страдания, это не то, что отменяет духовную жизнь. И не то, к чему не надо стремиться. Знаете, что сами страдания являются преддверием духовный мир. И больше того, именно страдания являются более возвышенной практикой духовной, даже в духовном мире, чем наслаждение. Поэтому Кришна, он что вытворяет? Когда гопи к нему прибежали, они все бросили, мужей там, некоторых грудью детей кормили. Все бросили, полностью побежали к Кришне, когда он на флейте заиграл. Когда они приезжали к нему, что он начал делать? Он говорит, садитесь. Они сели. Он говорит, ну вообще-то, вы греховный поступок очень совершили, потому что вы ночью в одиночку бросили всех своих близких, удрали куда-то. Я же юноша, я молодой мальчик, ему 8 лет тогда было, а вы девушки молодые. Мы не можем ночью в единенном месте вместе встречаться. Это самый греховный поступок, что ни на есть в этой земле. Начал им такие вещи говорить, этим гопи. А что уж он вытворял, когда Шримати Радхарани преградил дорогу? Она на Сурикуджу шла поклоняться Богу Солнца, он приглазил ей дорогу. Она потом что вытворяла? Она так его ругала Кришну. Что только не говорила ему. И есть одна проблема, которую мы должны решить в своей жизни, который лишил Наратама Дастакур. Наратама Дастакур постоянно страдал всю жизнь. Он не был счастлив. Он постоянно пел вот эти песни его тоже, что где же ты, Рупага Свами, где же Санатана, Батар Гуната. Я не могу без вас жить. Он постоянно плакал в разлуке. То есть страдания для предных не являются проблемой. Для нас являются. Потому что мы хотим счастья, понимаете, мы хотим наслаждаться в этом мире. Но когда мы примем страдание, как нечто очень нектарное, ради Кришны страдание, это будет преддверие духовного мира. Когда предный принимает, что страдание является сутью самого глубокого отношения с Кришной, и начинает страдать по Кришне, а не радоваться ему, с этого момента он уже почти освобожденная душа. Пока мы будем бояться страданий и хотеть счастья в предном служении, мы всегда будем стоять где-то рядом. А для кого? Что мы еще делаем? Мы все для Кришны делаем. Все страдания для Кришны. Одни страдания от той любви. Будет лицемерие. Поэтому надо просто Кришне служить, как можем. Не надо никакого лицемерия. Просто служим и все. Приходит время, мы начинаем страдать по Нему. Все придет в свое время, мои хорошие. Не нужно ничего торопить. Никуда бежать, просто нужно служить. Видите, как ум какой изворетливый. Он и так хочет, и так. Не хочет думать о служении, хочет как-то извернуться, чтобы быть или более возвышенным, и чуть побольше счастья получить от предного служения. Просто служим и все. И будем страдать обязательно во время служения. Ругаться друг с другом будем. Это хорошо. Кришне нравится, потому что Он принимает все от предных. Самая высокая раса в отношениях любви у Кришны с Шиматирадхарани, это когда она в жутком гневе. Когда она сильно разгневалась, это самая высокая раса. Я рассказывал уже много раз предным. Эту историю, как у меня жена, она разгневалась на Кришну в этом, когда служила Ему. Ему нравится страшно, когда приедут на Него гневаться, искренне. Она служила, когда на Динамо, она разгневалась жутко на Него. И когда она вышла Кришне это сказать перед алтарем, Пуджаре закрыл алтарь сразу. И потом Он так извинительно выглянул оттуда из-за навески и дал ей апельсин. Это Вам от Кришны Матаджи. Она взяла и сразу понесла и отдала какой-то другой Матаджи и пошла к Кришне опять выяснять отношения. Потому что она была в гневе на Него. И тогда Пуджаре выглянул еще раз, вытащил еще один апельсин. Говорит, Матаджи, извиняюсь, еще один апельсин Вам. Вот она взяла, в гневе отдала еще одному предному. И когда в третий раз Пуджаре опять ей дал апельсин уже, вот она в гневе отдала другой Матаджи. Потом Матаджи подошла к ней и говорит, слушай, а что ты все время отдаешь апельсины? Тебе как бы Кришна дал, забирай назад. Она взяла и тогда она и отпустила. Она успокоилась. И после этого сразу открыли алтарь. И Кришна такой хитрый зал тарест. Он в экстазе вообще от этого всего. Мы просто не понимаем, надо нас не доходит, что ему там нравятся эти чувства все. В этом и заключается, почему такая палитра чувств большая. Потому что в духовном мире не запрещено гневаться, понимаете? Искренне гневаться. И там есть разные чувства Кришне. Не запрещено в духовном мире. Предный по-разному к нему относится. Мама Ешода гоняет его палочкой, привязывает к ступе. Тот же самый Дориатхана пытался связать Кришну цепями. И он его не смог связать, потому что Кришне не нравится, это же лицемерие. Дориатхана не из любви его хотел, он гневался не из любви на него, а из злобы. А вот преданные гневаются из любви. И в этом заключается разница. Если мы на преданных гневаемся, мы из любви гневаемся, понимаете, на них. Но если мы из злобы на них гневаемся, мы в сердце своим злобу отметили к преданным, неприязнь, ненависть, отторжение, отчуждение, пренебрежение, тогда за это надо очень серьезно раскаиваться. И тоже все нормально, Кришна прощает. Что уж говорить, если, допустим, мы знаем, Девананда пандит читал лекцию по Шримад Бхагаватам, и Шриваста Куру, он плакал на его классе. И Девананда пандита, он думает, что он там пкнычит. Ну, оскорбление серьезное, она чистого преданного совершила. Тот в экстазе плакал, слушая Шримад Бхагаватам. И ученики заметили эту эмоцию, и вышвырнули Шриваста с класса, с этой лекцией. И все равно Господь читаний ему простил это. Когда он раскаиваться начал, он сначала так сделал, что Девананда пандит, но он участвовал в организации Санкиртаны, и начал вместе танцевать с Кришной, и получил очень большой экстаз. А потом Кришна, он как бы игнорировал его общество, не подпускал к себе. Сначала его привязал к себе, потом не подпускал. И когда Девананда пандит начал просить, пожалуйста, прости меня, что мне делать? Он ему объяснил, что делать. Иди извиняйся перед Шинивасом, потом уже с тобой будем разговаривать. И он когда извинился, он пришел к Господу читаний, и тот дал наставление, как Шимад-Бхагаватам читать, что Шимад-Бхагаватам это не для философских рассуждений предназначено. Только о Кришне в нем можно говорить. Только о Кришне и преданном служении. Все. В этом случае Шимад-Бхагаватам. Больше нечего нам заниматься на нем. Все прощены, все прощаются. Даже шутки, оскорбители прощаются Кришне. Мы знаем примеры. Там Джагай, Мадхай. Что у нас со временем-то уже пора заканчивать. Последний вопрос. Да? У вас сомнения какие-то? А? У кого подтверждение? Мне не обязательно. Не обязательно. Не обязательно. Каждый раз, когда вы чувствуете Кришну во время воспевания, вы должны гуру спрашивать об этом каждый раз. Да? Вы ошибаетесь? Вы имеете право сами созерцать Кришну пытаться. В этом суть воспевания Святого Имени. Человек повторяет Хареи Кришна, 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 А я раз восемь успел. Что, мне по каждому разу спрашивать у гуру? Вот в этот раз у меня получилось. Не надо бояться пытаться созерцать Кришну. Это безумие так мыслить. Просто надо понять, что даршан и попытка чувствовать Кришну – это разные вещи. Мы пытаемся почувствовать Кришну во время поспевания. Это называется пометование. Если же вы сомневаетесь в своей памяти, все-таки, несмотря на мой ответ, тогда я вам рекомендую вспоминать гуру. Потому что это и есть представитель Кришны. Вы повторяете хорея Кришна. И вместо Кришны пытаетесь вспомнить гуру в этот момент. Если вы так будете делать, тогда нечего сомневаться. Какие проблемы? Вы гуру видели много раз и можете его вспомнить. Если вы будете гуру вспоминать, вы точно так же во время воспевания святого имени будете опираться на Кришну. Без всяких сомнений. А потом через гуру вы сможете уже приблизиться к Кришне. Но проблема заключается в том, что вы не верите сейчас моим словам. Что? Что? Вы себе помогите просто и все. Не надо ему помогать. Как преданные практикуют, как могут. Каждый преданный справится, если он не так что-то чувствует. Вы лекцию-то поняли сегодняшнюю? Мы же говорили об осуждении преданных. Что это осуждение, оно разрушает веру. Само повторение святого имени становится сомнительным. Человек начинает сомневаться в том, что он может чувствовать Кришну во время повторения. Его о нем помнить. Это и есть как раз то, о чем мы сегодня говорили. Что сомнения в повторении святого имени возникают в результате оскорбительного отношения к практике преданных. Именно об этом была речь. Будьте осторожны. Когда человек слишком умный, это очень опасно. Нужно быть смиреннее стараться. Опасно быть умным. Можно потерять Кришну таким образом. Мы должны учиться доверять преданным, доверять своему духовному учителю, доверять Кришне. Пускай преданные пытаются помнить о Кришне во время воспевания. Ничего плохого здесь нет. Помнить означает представлять образ. Есть разные варианты помнить о Кришне во время воспевания. Первый вариант. Самый простой. Помнить о том служении, которое я выполняю. Служение представляет Кришну. Я думаю о Санкиртане, воспеваю Харе Кришна, думаю о Санкиртане. Гарантия, что все нормально. Второй вариант. Помнить о Гуру во время воспевания святого имени. Гарантия, что все нормально. Третий вариант. Пытаться думать о Кришне. Вспоминать Кришну, самого Кришну, во время повторения святого имени. И постепенно очищать этот образ, понимая, что твои воспоминания несовершенны. Ты знаешь, что ты несовершенно его вспоминаешь, но постепенно очищаешься сильнее и сильнее. Более возвышенная практика – это факт. Но если вы боитесь такую практику совершать, тогда вспоминайте гуру во время воспевания. Я этим занимаюсь, я не вспоминаю Кришну. Я просто поклоняюсь гуру во время воспевания. Но Кришна может почувствоваться. Его воля, по крайней мере, через его волю, можно почувствовать его волю во время воспевания. Не то, что он сам прямо увидится. Но если даже предный просто медитировать на образ Господа, в этом нет ничего плохого. Этот образ постепенно будет очищаться со временем. Мы сначала его видим несовершенно, потом все совершение, 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 совершение со временем. Не обязательно спрашивать гуру, то ты видишь или нет. Но посоветоваться, на что медитировать во время воспевания Святого Имени, надо обязательно. Надо его спросить, могу ли я пытаться увидеть Кришну во время воспевания. 90% случаев гуру скажет, можешь. Иногда может сказать, нет. Спросите своего гуру об этом, сдайте ему вопрос. Хорошо? И вы услышите ответ. Нет запрета. Мы, не то, что мы такие уж совсем несчастные, что мы даже Кришну представлять не можем. Как надо Кришну представлять? В каком облике? Конечно, в авторитетном облике есть Кришна Баларам Мандир. Пожалуйста, вот есть Кришна, есть Радхарани. Вот вспоминайте его в том облике, который уже предстал перед нами. Мы его можем представлять. Так делай Индра праву. Что тут плохого? Он воспевал Святые Имена и смотрел на Кришну. У него там была маленькая форма того же, тех же самых божеств, которые стоят на алтаре. Радхар Ашема Сундара. И он на них постоянно медитировал во время воспевания. Смотрел на них постоянно. Что тут плохого? Это там смысл нашей жизни. Учиться думать о Кришне, помнить о Нем. В виде виграхи, той формы, которая авторитетна, не надо ничего думать. Есть вообще форма Рупагасвами, которая пришла к Рупагасвами. Я разок попросил Кришну Джайпури, я так хочу быть ближе к Тебе, больше о Тебе помнить. Но я все забываю. Не могу Тебя вспоминать постоянно. Что мне делать? И я молился так, часов пять, наверное, там молился, молился в этом храме. И ко мне подходит один индус, говорит, я рассылку делаю, фотографии божеств каждый день. Ты хочешь эту рассылку получать? Я говорю, хочу. Уже два года получаю каждый день Даршин Кришны. Вот сегодняшний Даршин могу вам показать. Вот его стопы. Ой, сейчас. Извиняюсь. Вот Кришна сам. Нельзя смотреть. Подписать? Я не знаю. Я больше не видел с этим человеком, не знаю, как подписать. Рупа Госвами поклонялся этим божествам. Лично. Они самопроявленные, они пришли к нему. Какие сомнения могут быть в его форме этих божеств? Или есть Радхараман, вообще был создан из шелограммы, сам себя создал? Попал Батты Госвами. Изначальный облик вообще, никаких сомнений быть не может. Вот поклоняйтесь Радхараману. Его вспоминать. Его форму. Имеем право. Раз он появился, все. Проявленный Господь. Можно вспоминать. Или нельзя. У нас настолько, вот мы понимаете, мы после революции, нас настолько загнобили. Там вот эти коммунисты все. У нас сознание, вот это вот запрета. Очень сильно сознание присутствует. Боимся вспомнить что-то. У меня надо бояться. Вспоминайте Радхарамана. Хареи Кришна. Хареи Кришна. Вспоминайте Кришну. Чемасундру Радхараман. Мой Махарадж говорит, когда мы повторяем Хареи Рама. Это значит, мы Радхарамана вспоминаем в это время. Когда Хареи Кришна, мы же Ямасундру вспоминаем. Мой Махарадж так говорит. Как надо молиться. Говорит, когда Хареи Рама, повторяйте, вспоминайте Радхарамана. А Харе Кришна вспоминает Шьяма Сундру или Радамадову. У нас есть божества в Риндаване, в Майпуре. Не бойтесь ничего. Не бойтесь Кришну вспоминать. В этом смысл нашей жизни всей. Нет смысла жить для чего-то другого. Он потом, его образ сформируется со временем. Правильный образ сформируется со временем. Но вспоминать надо учиться. Иначе мы будем вспоминать что-то другое. Память, она не может не жить. Понимаете, это постоянная непрекращающаяся функция ума и разума. И ум, и уму она принадлежит и разуму. Потому что именно через память человек получает счастье в этом мире. Поэтому даже ночью нам приходится что-то вспоминать. Мы не можем от памяти отвлечься ни на секунду своей жизни. И если мы не займем сами свою память тем, что будем вспоминать Кришну, как можем, значит будет включаться то в память, чего вспоминать не надо. Понятна система? Поэтому надо вспоминать, как можем, Кришну. Вспоминать духовного учителя, как можем. вспоминать преданное служение свое, преданных вспоминать. Вот в этом наша жизнь заключается. Не бойтесь, помните Кришну. Электричность. Спасибо.